Они после Legend и Iron Storm лицензировали технологии движка, не вышедшего пока Unreal. На этот раз это ASC Games, причем лицензии куплены сразу для двух игр. Судя по всему, движок либо очень мощный, либо очень дешевый, скорее первое. Названия проектов с использованием Unreal движка пока не анонсированы. Несмотря на то, что ни Tomb Raider 3, ни тем более Tomb Raider 4 еще даже не анонсированы, компания Ades Interactive уже успела зарегистрировать интернетовские домены Tomb Raider 3.com и Tomb Raider 4.com. Про пятый неизвестно, но пока что год в Internet Explorer этого буквенно-цифрового сочетания результатов не дает. Также Ades зарегистрировала домен LaraCroft.com, что тоже необыкновенно приятно. Square Japan официально заявила о том, что новая игра сверхпопулярного сериала Final Fantasy появится в продаже еще до конца текущего финансового года, который у компании заканчивается в марте 1999 года. Square планирует побить рекорды и продать 4 миллиона копий только на японском рынке. Игра, разумеется, выйдет на PlayStation и только на этой платформе. Еще было сообщено о том, что в США игру будет издавать новообразованный альянс Square Electronic Arts, который, вполне возможно, не только выпустит американскую версию Final Fantasy VIII, но и осуществит перевод игры на PC, возможность которого полностью зависит от успеха Ades'овского порта на PC Final Fantasy VII. Великое событие произошло 21 мая. Sega of Japan показала свою новую игровую приставку журналистам. На этой пресс-конференции руководители компании продемонстрировали некий действующий прототип приставки с несколькими демороликами, показывающими ее технические возможности. Событие, несомненно, привлекло к себе огромное внимание. Поскольку на E3 о приставке Sega рассказывать не собирается, эта презентация на длительный срок будет служить единственной информацией по новому проекту Sega. Обзор новостей компьютерных игр подготовлен совместно. Всем привет! Сегодня у меня разгрузочный день. Не хочется ни стрелять, ни бегать, ни прыгать, даже летать не хочется. А хочется тишины и покоя. Так, чтобы звучала какая-нибудь приятная, ненавязчивая музычка. Чтобы сидеть и подтягивать спокойненько какой-нибудь легенький напиточек, лишь изредка отвлекаясь на игру. Да что же это за игра такая, спросите вы? Да вот есть такая, без вопли, без пальбы, без ревомоторов. Лично я, когда, ну, от всего этого устаю, очень люблю в нее поиграть. Бильярд называется. Собственно говоря, этих бильярдов на компьютере штук 20 вышло. Но я как-то не увлекался. То ли в графике дело, то ли реализма не хватало. А тут вдруг в руки попалась игрушка, я прямо заболел. Виртуал Пул 2. Ну, честно говоря, игре-то уже почти полгода. Да вот как-то мим прошла. Я у друзей порасспрашивал, ну, которые тоже по играм, но, естественно, менее главные. Тоже ничего не слышали. И вот тогда я решил поделиться с вами. Ну, с теми из вас, которые любят и понимают бильярд. Во-первых, это полноценный 3D-симулятор с очень серьезными системными требованиями, что само по себе уже большая редкость для пулов. Во-вторых, он предлагает такое разнообразие игр, что в первый момент я даже растерялся. Тут и игра в три шара, и в девятку, и в банк пул, и в классический бильярд. Кроме того, вы можете воссоздать желаемую атмосферу. Если вы хотите, чтобы вас ничто не отвлекало, вы остаетесь один на один с бильярдным столом. Ну, а игрокам вроде меня, тем, кто любит то, что игру окружает, думаю, понравится опция, включающая фоны. Я уже не говорю об изменении цвета покрытия стола. Изыски, так сказать. Игра имеет три уровня сложности. Любительский, профи и чемпионский. И если на любительском вам заботливо укажут направление удара, и куда пойдет шар после удара, то на чемпионате вам как нарочно подкинут такую ситуацию, что и не всем чемпионам по зубам. Особо хочется отметить такую опцию, как скорость стола. Конечно, любителям она ничего не говорит. Но бывалые игроки знают, какие захватывающие баталии разворачиваются именно на столе, где сила трения ниже, и шары катаются с невероятной скоростью. Ну, что еще? В этой игре вы можете сразиться сразу со 128 компьютерными противниками. Так что это первый пул, который позволяет играть в интернете. Да! И самое главное, только не падайте. Эта игра знает, что такое 3DFX. Системные требования. Windows 95, 8 мегабайт памяти, рекомендуется 16, Pentium 133, рекомендуется 166 MMX, Sound Blaster, CD-ROM, мышь или джойстик, поддержка 3DFX, сетевая игра и игра через интернет. Собственно говоря, все это не имеет никакого значения, если у вас есть возможность просто выбраться в какой-нибудь славный бар, где есть столы. Но, к сожалению, такая возможность предоставляется не всегда, поэтому я уверен, Virtual Pool 2 станет вашей любимой игрушкой. Ну, конечно, тех, кто любит и понимает бильярд. Ну, ничего. Ну, конечно, третий.